Привет любителям бесплатного просвещения в плане инженерии и всяких интересных штук для дома. Пару месяцев назад я записал видео о том, как подключал умный термостат, в кавычках умный термостат, к газому котлу. И тогда я сразу же выявил недостаток в том, что насос теплых полов у меня работал круглосуточно, то есть никак ничем не управлялся. Поэтому я решил, что мой насос теплых полов тоже должен работать синхронно с системой отопления. Первый довод в пользу этого, когда отключается котел, а теплопольный насос продолжает работать, он гоняет воду и вода быстрее охлаждается, потому что проходит через различные участки комнат. Когда теплопольный насос при отключении котла не гоняет воду, соответственно, вода стоит и вода охлаждается постепенно. То есть мы понимаем, что при движении молекулы, они просто быстрее смешиваются, холодной и теплой воды быстрее смешиваются, и, соответственно, теплоноситель остывает и остывают полы. Если же вода стоит, то она остывает медленнее. Это первый довод. Второй довод – это хотя бы копеечная, но экономия электроэнергии. Мощность теплопольного насоса, хоть и небольшая, которую он потребляет, это примерно 125 Вт в час, но умножаем эту мощность на 24 часа, потом умножаем на 30 дней в месяц, мы уже получаем 90 кВт мощности, которую этот насос бесполезно ест каждый месяц. Умножаем на тариф нашей деревни, имеем 300 рублей с небольшим в месяц, которые теплопольный насос просто использует для того, чтобы выхолаживать нам полы. Мои коллеги мне сказали, что синхронизировать котел и насос теплых валов можно, используя у КВК-02. Да, действительно легко сделать, если ты знаешь и понимаешь, что означают вот эти вот обозначения. Я решил нарисовать схему, которая будет понятна любому домашнему мастеру. Итак, первоначально реализована схема подключения котла достаточно примитивную. То есть в котле стояла вот такая перемычка на колодке, которую я показывал в предыдущем ролике. Потом что мы сделали? Удалили эту перемычку и по-простому завели отсюда концы на термостат и термостат по температуре включает нам котел. При достижении заданной температуры термостат отключает котел. Когда температура падает на 1 градус, термостат снова включает котел. Эта схема очень круто работает, пока не появляется насос теплого пола. У меня он работал круглосуточно. Круглосуточно гонял, круглосуточно гудел и мне это, честно говоря, не нравилось. Поэтому я решил вот эту схему, рабочую схему, изменить. Но когда я увидел вот эту вот схему, которая изображена внутри устройства, я совсем ничего не понял. То есть как делать так, чтобы одно включало другое, куда чего заводить. Поэтому я решил нарисовать совершенно примитивную схему. А приори считаем, что на котел уже пришли 220 вольт. То есть котел у нас запитан. Нас интересует вот эта клеммная колодка, о которой я рассказывал в предыдущем ролике, на которой у нас была перемычка. Значит, что мы делаем? Отправляем с этой клеммной колодки фазный провод на общий контакт реле. То есть он у нас будет на реле второй. С этой клеммной колодки мы отправляем сюда на нормально разомкнутый контакт реле. С котлом пока все. Теперь нас интересует насос теплого пола. Мы берем фазу. Можно ее сделать через автоматический выключатель. Фазу, которую мы раньше отправляли прямиком на насос, мы ее подаем на общий контакт номер 2 нашего реле. С нормально разомкнутого забираем фазу и отправляем ее на наш теплопольный насос. Ноль мы берем с клеммной колодки, которая, скорее всего, будет стоять здесь в щите. Теперь нас интересует блок питания. Он у меня 12-ти вольтовый. Мы берем минус, отправляем на вход 1 минусовой. И делаем перемычку на вход 2 минусовой. Вот это был минус. Теперь мы берем плюсик. Берем контакт 1 из термостата и отправляем его сюда. А второй контакт у нас пошел на плюсовую клемму реле. Здесь нужно еще сделать перемычку на второй плюс. Как только термостат включается, у нас сразу включается и теплый пол, и котел. Как только термостат по достижении определенной температуры отключается, у нас отключается и котел, и теплопольный насос. Я думаю, если бы я показал на УКВК, то есть где что я подключал, было бы не очень понятно. Поэтому я нарисовал схему, которую вы видели выше. Я извиняюсь за, конечно, немножко кривоватую схему, но на этой схеме я считаю все очень понятно. Ну а в этой схеме разберется, наверное, только эксперт. Ну или тот человек, которым этим постоянно занимается. Когда я подключал котел и теплопольный насос через УКВК, нигде ничего не испортил, ничего не замкнул. Поэтому смотрите схему и подключайте самостоятельно. Самому это можно сделать без проблем. Если обратитесь к профильному специалисту, это будет стоить, ну я думаю, от 4-5 тысяч рублей. Вместе с проводами, с коммутацией и так далее. Я расскажу про то, как я подключил датчик температуры внешней к котлу. Вот здесь из котла выходят два проводочка красных. Они обычно заизолированы. К ним я подкинул датчик температуры. Датчик температуры у меня выходит на улицу. Теперь, если я выключаю котел, при включенном датчике температуры, у меня котел показывает температуру на улице. То есть он не показывает надпись OFF. Вчера он показывал минус 2. То есть показания достаточно корректны. Теперь, если котел включить, он показывает сейчас температуру теплоносителя в системе. Но вот этими, видно, что 43 сейчас, да? Но вот этими вот клавишами я выставляю уже не температуру теплоносителя в системе, а кривую, которая соответствует определенным параметрам работы котла. Собственно говоря, теперь котел стал работать в соответствии с заводскими параметрами, уже опираясь не на температуру теплоносителя, а на кривую, которая заложена заводом-изготовителем по температуре наружного воздуха. Котел стал работать по-другому. Это точно. Он включается реже, он работает чуть дольше. И мне теперь не досаждает жужжание теплопольного насоса, который хоть и грунфос, хоть и тихий, но все-таки он издает звук. Будет ли экономия или нет по газу, сказать сейчас сложно. Зима у нас теплая, не агрессивная, поэтому выводы делать пока рано. Самое главное для меня, что сейчас система работает оптимально, и это уже мне нравится. Надеюсь, видео будет полезно. Если не подписаны, подписывайтесь, будут еще всякие интересные штуки. Ставьте палец вверх, делитесь видео, потому что я уверен, что проблемы у нас, у частных застройщиков одни и те же. Мы должны делиться своим опытом и облегчать жизнь друг другу. Поэтому считайте свои деньги, ищите хороших специалистов, ну и посильные дела делайте своими руками. Всем пока! Как определить, что он фазный? Очень просто. Взять, поставить мультиметр на 220 вольт. Одну клемму подкидываем на один из этих разъемов, вторую клемму подкидываем на ноль. Если вы видите 220 на табло, то это фаза.